Приводит это к очень таким серьезным и тяжелым преступлениям. Левашов – это один из неоязыческих учителей, которых много и буквально несколько слов, потому что записок много, еще очевидно, с места хотят тоже задавать вопросы, хотя неоязычество действительно очень важной сейчас темой, потому что неоязыческие секты развиваются очень активно. В первую очередь, нативистские секты. Нативизм – это от латинского слова nativus, родной, то есть те секты, которые говорят о необходимости возрождения дохристианских верований каждой данной страны. Собственно, началось это движение вне России, началось оно в Англии и во Франции в 60-е годы XX века и потом распространилось в другие европейские страны и в Россию в том числе. То есть, да, неоязычники действительно, нативисты, они действительно говорят о патриотизме, говорят о том, что единственной традиционной религией русского народа является язычество, православие это было привнесено, привнесено насильно греками, евреями, кем угодно, там навязано. А вот если говорить о традиции, то тогда возвращаемся к корням, а корни – это языческие. На самом деле, это заявление уже принципиально неправильное, потому что тогда, когда было язычество, не было русского народа. А были разрозненные славянские племена – Поляне, Древляне, Вятичи, Кривичи, были финно-угорские племена – Чудь, Меря и прочее. И у всех были свои собственные верования, свой пантеон, все друг с другом воевали. Поэтому вопрос о том, чью веру мы будем возрождать – Полян или Древлян, Вятичи или Кривичи. Или мы все разделимся на племена и начнем друг с другом воевать. Это, конечно, такой очень интересный сценарий, но при чем тут патриотизм? Патриотизмом, собственно, тут никак и не пахнет. На самом деле, абсолютный факт, что русский народ, он, собственно, сложился, он появился на свет, он родился в купеле князя Владимира. То есть именно единственной традиционной религией русского народа является православие, потому что православие создало русский народ, вот он, собственно, начал формироваться именно после крещения князя Владимира. Православие создало русскую государственность, православие создало русскую литературу, русскую культуру, русскую архитектуру, русский язык, в конце концов. Опять же, даже самые фанатичные язычники все равно друг с другом прощаются и говорят – увидимся в следующее воскресенье, а не в следующий день солнца. Так что даже и говорят друг другу, опять же, спасибо, то есть спасибо Бог и так далее используют. Поэтому вне православия, ну не прими князь Владимир православие, ну что-то, конечно, было бы, какой-то народ может был бы, может не было бы, но это было бы что-то совсем другое для русского народа, а единственная традиционная религия – это православие. Второе, то что, как раз вот это было продолжение вопроса, практически никаких источников по древнему славянскому язычнику у нас нет. Можно это говорить? Исторично достоверных источников по древнему славянскому язычнику у нас нет. У нас есть упоминания каких-то обрядов, каких-то богов, по большей части в христианских летописях, славянских, греческих, немножко армянских, немножко есть в арабских еще источниках, которые торговали славянскими рабами, арабы-мусульмане, и, соответственно, они язычниками, и, соответственно, они тоже кое-что писали. Но этого явно недостаточно, даже совсем близко недостаточно для того, чтобы реконструировать какую-либо религию. Поэтому, когда мы говорим о новоязычестве, речь не идет о реконструкции. Речь идет о это абсолютный новодел, который зависит от оккультной эрудиции того или иного автора этого учения. Вот Левашов один из этих авторов, он придумал свою оккультную систему. Все эти новоязычники, они до сих пор не могут определиться между собой, какой бог был главный. Одни говорят, что главный это Перун, другие говорят, что главный это Велес, третьи говорят, что главный это даже бог, потом кто-то говорит, что Макоши, кто-то говорит, что правь, явь, нафь, славь и прочее. Кто-то говорит, что самый главный бог это Крышинь, то же самое, что Кришна. Кто-то говорит о каких-то уже совершенно фантастических славяно-арийских ведах, которых никто не видел, не знает, но тем не менее какие-то есть и так далее. И все разделены между собой, и у каждого абсолютно свое учение. Но они пусть для начала хотя бы определятся и с друг другом договорятся о том, какое оно, это славянское язычество, которого никто не знает. Все их книги, на которые они ссылаются, настолько грубые подделки, что никакой серьезный ученый, в принципе, даже их не рассматривает. Даже не обязательно христианской направленности, но академик Рыбаков, который очень сочувствовал славянскому язычеству. Но эту книгу Велеса он даже близко к себе не подпускал, потому что такая грубая подделка. Но тем не менее, опять же, между прочим, создана также за границами России. И на его язычнике упирают на верность роду. И говорят, что нужно быть верным роду, верным предкам, а предки были язычники. Но какие предки были язычники? Посмотрите, 30 поколений наших предков, за исключением краткого советского периода, какие символы они ставили себе на могилы? Что они ставили какие-то перунские столбы или еще что-нибудь? У всех кресты, как надежда упования. И что мы откажемся от вот этой памяти всех действительных наших предков ради верности каким-то воображаемым предкам 30 поколений. Мы не знаем, мы не слышали, кто они такие, не знаем, во что они верили. Простите, это настоящее предательство будет, а никакая не верность нашим предкам. Ну и последнее, может быть, такое... Знаете, просто есть много разных неоязычных мифов. Один из них, который, к сожалению, достаточно живуч, потому что он еще перекочевал из советских учебников истории, это миф о кровавом крещении Руси. О том, что православие было навязано Руси огнем и мечом, и было при этом убито 9 миллионов человек из 12 миллионов населения Киевской Руси. Ну, понимаете, конечно, очень смешное утверждение, потому что во всей Киевской Руси 12 миллионов близко не было такого населения. Всего было, может быть, 4 миллиона, но точно меньше 5. И вместе с тем есть другое еще языческое утверждение о том, что язычество – это религия сильных, а христианство – религия слабых. Поставить другую руку, быть кротким, смиренным и так далее, поэтому нужно вернуться к религии. Нам нужна религия сильных. Ну, хорошо. Когда начинаешь с ними спорить относительно кровавого крещения Руси, говоришь, что такого населения не было, они не верят. Говорят, вот, нет, было. Говоришь, что в источниках не написано ничего о таком геноциде. А говорят, ну, у вас не те источники, в наших источниках написано. Говоришь, что археологические находки не подтверждают, потому что есть культурный слой 10-11 веков, там нет массовых пожарищ, нет большого количества человеческих костей, ну, 9 миллионов – это очень много. А нет, говорят, у вас просто свои ангажированные археологи. Поэтому я предлагаю, собственно, от противного, я предлагаю с ними согласиться. Сказать, хорошо, да, действительно, убили 9 миллионов. Давай только посмотрим, как они их убили. Чем они их убили? Вот дружина князя Владимира – 3000 человек. Месть с ним приняла крещение. Что? Ну, вот как они, чем они были вооружены? Мечами, копьями, луками, стрелами, палецами. Вот как 3000 человек могли убить 9 миллионов? Даже при помощи огнестрельного оружия, там, из автоматов расстреливать, и то, так сказать, никак не сделаешь. Если учесть еще, что они, какое у них было вооружение, такое, собственно, вооружение было в любой семье. Общество было патриархальное, поэтому все так же были вооружены. И что, вот эти вот там 3000 человек, сколько лет они должны были рубить подряд эти 9 миллионов? И сильные, и мощные, и гордые язычники стояли, смотрели, как убивают их семьи, подходили, там, подводили семьи, вот их уберите, не забудьте, пожалуйста. И все, и никак, ну, они просто их, что, они шапками закидали бы их? Ну, сравните там. То есть это абсолютно физически неосуществимо. И тогда, опять же, где же тогда слабые, смиренные христиане и сильные язычники, которых вот так вот, как овец, всех поубивали? Ну, вот просто такой очевидный аргумент, и, может быть, кто-то из них на него задумывается. Меня зовут Александр, я в 2001 году, получается, попал в Санцовскую церковь. Теперь понял, что в церковь. И в 2003 году, в Критинской категорике, я посмотрел Вашу передачу, он назывался «Новцы душ», где Вы ярко выражали свое зрение и говорили, что в основном это люди необразованные, люди, которые ничего не дали, ни в науке, ни в искусстве и так далее. Я такого никогда не говорил. Это вот просто абсолютно неверно. Я всегда с этим спорил. Ну, вот только я где-то, я пошел в Минске отмечаться, чтобы посмотреть на свою юридику со стороны. И когда я со стороны, я понял, что вопросы, как раз касаются теологии, больше своего понимания Библии, что или православные, или церковные, или еще какого-то другого, или теологические вопросы, а вот много вопросов и геологические. Но вот наше государство позволяет смотреть на любую юридику, ну и даже, естественно, самопридуманную юридику. И среди протестантов, неопротестантов, там, бапсистов, десяток есть, абсолютно большинство людей, они не курят, не пьют, содержат желтые серии. На работе, на предприятиях, они чаще всего являются образцовыми работниками. С точки зрения, получается, государство, они полезны и не несут в себе разрушительного такого предприятия. Но когда они, кто-то упоминает о том, кем они являются, они сразу получают вот, ну, дезектанты, американский агент, или там еще кто-то, и в итоге чувствуют себя неуютно в собственном же государстве. Вот такой вопрос. Как вот именно с элегантической точки зрения относиться к этому? Ну, я, видите, вы как-то не услышали то, что я сказал. Вы некорректно используете термин протестантизм. Первое. То есть, протестанты, еще раз, вы ведь не лютеранин, а вы кальвинист. Вы принадлежите к пресвитарианской церкви, или вы принадлежите к... Принадлежите к российской церкви, а пресвитарианской церкви. Ну, вы, простите, не протестант. Ну, допустим, ну, допустим, ну, допустим, ну, скажем, вы пиесятник, да? Ну, да. Ну, тогда почему сразу не сказать, что вы пиесятник, и мне тогда не... Ну, ведь... Да, из-за вот именно той касательной передачи чувствуешь себя неуютно, потому что ты называешь себя пиесятником или эллистским христианином, то сразу чувствуешь что-то упрекает тема, а он сектант, а он сектант. И вот неуютное состояние вот в собственном ситуации Ну, вы знаете, у вас во-первых, религиозная критика это неотъемлемый признак свободы веры, это признак свободы слова. То есть в данном случае на то, но, собственно, есть, если отсутствует религиозная критика, то тогда свободы веры нет. Есть пиесятники, и неопиесятники, и баптисты, которых я считаю, не считаю тоталитарной сектой, и баптисты действительно, они законопослушные, члены общества и так далее, но они вместе с тем достаточно жестко критикуют православную церковь. Это их право. И я никак им в этом праве не отказываю. Поэтому почему вот всегда с сектантской стороны есть такое требование, что там не смейте ничего плохого про нас говорить. Это только о покойниках, либо хорошо, либо ничего. но давайте это первое. Во-вторых, опять же, я не стал бы в один мешок размещать баптистов и неопиесятников. По-моему, это совсем разная организация, и между прочим, сейчас наконец-то баптисты вышли из так называемого Совета глав протестантских церквей, потому что сказали, что они поняли, что они не имеют ничего общего с неопиесятниками, не хотят, чтобы их с ними ассоциировали. Поэтому, опять же, давайте уважать в этом смысле волю баптистов. Что касается неопиесятников, у меня есть серьезные богословские претензии, часть которых я озвучил, и согласно этим претензиям, я не могу считать неопиесятников христианами, считаю их оккультной сектой с оккультным учением. Во-вторых, у меня есть серьезные претензии к тем служениям, которые там проходят, как статическим проявлением и прочее. И опять же, то исследование, которое Пер и Гудрун Свартлинг проводили в Швеции с бывшими членами неопиесятнической секты слова жизни, а слова жизни у нас в России достаточно, ваша организация не называет слово жизни случайно? Ульф Экман один из проводников неопиесятничества в России показал, что из бывших членов слова жизни у 93% резкое ухудшение психического состояния, у 65% посещают навязчивые мысли о самоубийстве, 25% совершали попытки самоубийства. Это совсем, я не сказал бы, является благотворным воздействием на личность. Поэтому у меня есть и, собственно, у многих людей, опять же, нам звонят пострадавшие, члены семей, которые рассказывают о том, что их близкие, их дети попали в те или иные неопиесятнические секты, и что они видят там очень серьезные с ними проблемы, очень серьезные изменения их личности. И есть даже такие матери, там, скажем, вот он, говорит, он там раньше, скажем, пил, а потом попал в неопиесятнический сектор, говорят, пил перестал. Я знаю, мать-мать-мать-мать, которые приходят, говорят, лучше бы он пил, потому что вот у него там был запой, но потом между запоями он был нормальным человеком, жена, он был нормальным человеком, он заботился о семье и все, да, ну, это тяжело было, конечно, но хотя бы в промежутках, а сейчас он вообще все время ходит с такими глазами и все время никакое. Поэтому, видите, ну вот вы, конечно, так замечательно рекламную паузу устроили, но есть также и другое мнение, которое нужно учитывать. Это теологическое? Нет, это не теологическое, это уже вполне практическое. Нет, я вас уверяю, вы знаете, любой человек, который начинает отцеплять в том числе и в православии, состояние нашего общества таково, что он часто получает публики, то, что он всегда просто отцеплен в риски, когда он начинает родить прав, начаться в законной жизни и аудитория православной занимает, на чем я говорю. Здесь обвинения не только вас касается, но и вы понимаете именно от причин. Ну, в любом случае, вас же никто там в тюрьму не сажает за вашу принадлежность, вас с работы никто не выгоняет за вашу принадлежность. То есть, ну, если кто-то не согласен, ну, это нормально, что люди не согласны. Видите, но ранних христиан их убивали, но они при этом не скрывали, что они христиане, а вы стыдливо прикрываетесь, не говорите о том, кто вы есть. Это как-то получается не совсем честно. И, опять же, может быть, последнее, я вспоминаю, не совсем правда про него-писядников, но, наверное, похожая ситуация. Я помню, я как-то был, общался с женщиной в одном уральском городе, которая заведала отделом культуры. Я зашел к ней в кабинет, а у нее там сидел «Мормон». И другое, другое, ну, просто я вспомнил по аналогии. И «Мормон» ей рассказывал о том, вот как у них все замечательно. Он говорит, у нас там все не пьют, не курят, мы делаем такую социальную работу, у нас все трезвые, у нас не курящие. И она так очень расслабилась, да, какая замечательная организация. А я говорю, а можно пару вопросов задать? Она говорит, да, конечно. Я говорю, скажите, пожалуйста, а если человек к вам поступает, и он пьет и курит, и не бросает, то что вы с ним делаете? Ну, мы его просто себе не принимаем. А если он был у вас, и он там закурил или там выпил, а мы его сразу выгоняем. А я говорю, ну, простите, а где же тут социальная работа, когда, собственно, вы и так выбираете не пьющих и не курящих? Вот в православной церкви, да, там действительно есть разные люди. Многие люди. Я в день, когда я крестился, я бросил курить. Вот просто совершенно там, и даже мне потом никакой, я в 24 года крестился, и даже просто мне с тех пор сигареты не хотелось. Абсолютно даже не мог себе представить, что я могу куда-то закурить. Но у кого-то вот так благодать подействовала. У кого-то кто-то срывается, но мы никого не выгоняем, потому что церковь – это лечебница, которая открыта для всех. Если там всех выгонять, то, знаете, если в больницу принимать только здоровых, то тогда, я не знаю, конечно, там будет все очень чисто и стерильно, но только смысл больницы потеряет совсем. Да, в больнице больные люди, грязь, кровь, гной и так далее, но, собственно, по-другому, на то она и больница.